И приглашаю в нашу студию Наталью Наталюк, нашего прекрасного налогового юриста. Наталья также имеет ранг советника налоговой службы второго ранга. И последнюю большую часть своей сознательной профессиональной деятельности все-таки на стороне клиентов. Практикуют все законные возможные способы для того, чтобы компания минизировала свои налоговые риски и тот объем денежных претензий, который сейчас выставляется. И тут тенденции, к сожалению, не очень хорошие. Наталья, передаю тебе микрофон. 25 минут для того, чтобы поделиться самыми живыми такими историями, о которых важно подумать заранее. Потому что, как показывает наша практика, помимо аудита, у нас еще есть команда налоговых юристов, что когда уже все случилось и претензии предъявлены, сделать что-то и уменьшить их очень трудно. Просто иногда и невозможно. Потому что вся работа ведется заранее, за несколько месяцев до того, как, собственно, назначается сама проверка. И последний момент, как быть, может быть, если получится затронуть. Вчера как раз встречалась со знакомыми. У него в регионах несколько компаний. И они специально посчитали. За три месяца пришло 900 требований из налоговой. 900. Да, они стараются удержать минимальную налоговую нагрузку. Там есть элемент, скажем так, законного дробления. Но налоговыми тем-то катанием. То есть 900 требований. То есть это 300 требований в месяц. Он говорит, что у меня отдельные люди, которые сидят и отвечают на эти совершенно непонятные вопросы. В общем, как быть для того, чтобы минимизировать этот контакт и потерю времени, сил, а иногда и денег при взаимодействии с налоговыми органами. Вот в этом контексте прошу тебя нас сориентировать. Спасибо. Конечно. Меня слышно? Да, слышно прекрасно. Да, слышно. Здравствуйте еще раз. Маргарита прямо в точку описала проблематику, то, что как раз есть на сегодняшний день. Конечно, тоже на своем опыте мы вместе с коллегами-юристами именно отслеживаем такую тенденцию, что в период действия даже моратории на выезде налоговый контроль количество требований о представлении информации, документов просто зашкаливало. Ну, это в первую очередь связано с тем, что работу отдела предпроверочного анализа, его никто не останавливал, эту работу, да, соответственно, сбор информации в отношении налогоплательщика и контрагентов, как ближайших, так второго и третьего звена, естественно же, активно продолжался. И более того, замечено немало нарушений со стороны налоговых органов, потому что, смотрите, у нас как раз видите сейчас слайд, что у нас выездные налоговые проверки приостановлены были до 30 июня. С 1 июля возобновились все выездные налоговые проверки, поступились новые решения на назначение новых выездных налоговых проверок. Так вот, когда был мораторий, ведь запрещено было вообще какие-то движения в отношении налогоплательщика предпринимать, в том числе направлять требования о представлении документов или какой информации в отношении данной выездной проверки, что сделали наши любимые налоговые органы. Ну, они делали следующее, просто писали, что их интересует конкретная сделка, и якобы нет никакой увязки с конкретной выездной налоговой проверкой, и пугали не 126-й статьей налогового кодекса, а 129-й прим, которая непосредственно связана с ответственностью за непредставление информации в отношении конкретной сделки. То есть это якобы истребованные документы не на основании 93-й статьи, куда проверяется сам налогоплательщик, а это 93 прим налогового кодекса и требуют якобы документы в отношении какой-то отдельной взятой сделки, которая интересует конкретную инспекцию. Это, конечно, было абсолютно незаконно, и когда пресекали такую деятельность, деятельность, активность со стороны инспекторов давали соответствующий грамотный ответ о том, что незаконные требования явно следует, что это в рамках выездной, которая приостановлена, и, кстати, действует мораторий, и вы не имеете никаких законных оснований в требовании документов, пока не закончены моратории. Соответственно, налоговые органы тихали. Это было не только в Москве, а вообще в регионах. Поэтому, да, конечно, основная такая проблема, она была еще и до коронавирусного периода, это то, что просто засыпают налоговые органы на требованиях, на требованиях представлений документов. Что делать? Да, сразу возникает вопрос. Ну, наверное, пытаться, во-первых, поумерить как-то аппетит налогового инспектора и смотреть скрупулезно каждые требования. А есть ли законные основания? На основании чего есть требуют конкретные документы? Есть ли возможность, соответственно, получить, если законные основания, отсрочить, скажем, сроки, указанные в требовании, чуть попозже представить документы, подготовиться, да, соответственно, посмотреть, какие документы, как они оформлены, чтобы не представлять, кстати, лишнее и ненужное. Ну, честно говоря, вот этот объем документов, то, что Маргарита озвучила, это даже, наверное, не самая такая вот вишенка на торте, потому что буквально недавно тоже с коллегами изучали огромный даже акт, да, было дело, где доходило до 10 тысяч документов, причем это тоже раз в месяц, вот такие вот аппетиты были у налогового инспектора. Поэтому, конечно же, в каждой отдельной ситуации нужно смотреть, насколько вообще законны эти требования, а то они будут абсолютно бесконечны, потому что есть такая тоже позиция инспекторов, то есть если ты представляешь документы молча, да, информацию и так далее, почему бы еще раз не потребовать. Поэтому, конечно же, нужно держать ухо вострову с требованием, и смотреть, насколько такие требования законные. То есть, как я уже сказала, у нас выездные налоговые проверки возобновились, да, как сказали налоговые инспекторы, ура, потирая руки. Почему? Потому что мы понимаем, что с 1 июля, конечно же, нужно пополнять бюджет, в которых есть определенные уже бреши, не одна, связанные и как раз с теми выплатами, субсидиями, о которых говорили и Татьяна, и, соответственно, Виктория. Это ожидаемо, то, что новая волна выездных налоговых проверок буквально уже с этой недели, да, конечно же, мы их ощущаем. Но поэтому, о чем я хочу сказать? О том, что давайте, наверное, вспоминать основные вот эти вот постулаты, которые закреплены в налоговом кодексе и которые у нас следуют, исходя из судебной практики, на что нужно обращать особое внимание. Смотрите, у нас очень часто, как верно заметила Маргарита, обращаются к налоговому юристу, когда? Когда уже что-то произошло, когда-то что-то уже случилось. Это, мягко говоря, действительно печально на сегодняшний день, потому что не секретно для кого. Подводя итоги как 2018, так и 2019 года, у нас процент выигрыша налоговых споров составляет не 83-85% в пользу налоговых органов, соответственно. Поэтому, естественно, спорить очень тяжело. Да, есть и победа, есть чем гордиться, но тем не менее достается действительно кровью, извините, и потом. Поэтому, конечно же, логично было вообще, скажем так, опережать налоговые органы, да, непосредственно. И насколько это возможно, часто задают мне вопросы. Действительно, есть такая возможность. Есть возможность выйти из зоны налоговых рисков заранее, то есть превентивные меры, как мы часто говорим, да, перепроверяешь, что у тебя за прошлые года. Вы вспоминаете 89-ю статью налогового кодекса, который говорит о чем? О том, что в какой период охватывается выездная налоговая проверка? Три года в предшествующих были внесены решения. То есть если в 2020 году, не дай бог, у нас есть решение назначения проверки, у нас проверяются 17-й, 18-й, 19-й и много текущих. То есть те года, они должны быть чистые, их нужно обязательно смотреть, чтобы не было таких явных красных тряпок, которые бросаются в глаза. Так что же это за красные тряпки? Нужно узнать тенденции, конечно, в налоговом кодексе. Нигде не написано. Да вот красная тряпка, на которую нужно обращать внимание. И если ты будешь все соблюдать, к тебе инспектор не придет. Почему нужно действительно заранее вычищать, скажем, свои какие-то ошибки, оформлять те же самые документы, о которых говорила Виктория? Действительно, очень часто бывает, что нет соблюдения 252-й статьи налогового кодекса, нет документального подтверждения расходов. Очень печально. Нет каких-то документов, подтверждающих проявление осмотрительности коммерческой при выборе контрагента. Это тоже, конечно, бывает обидно, потому что если вовремя мы бы все собрали, мы могли бы с вами доказать, что, в принципе, есть реальные сделки, необоснованного получения выгоды налоговой, документальные подтверждения расходов и налоговых вычек. Это тоже есть. Так вот, давайте сначала обозначим, что касается, опять же, проблематики взаимоотношений с налоговыми органами, тренд так называемый. Он связан с тем, что налоговые органы пытаются на сегодняшний день, наверное, на протяжении 2019 года, пополнять бюджет даже не путем проведения на камеральных выездных налоговых проверок. А очень понравилось налоговому органу подход добровольного, в кавычки бы я взяла, уточнение налоговых обязательств. И смотрите, помимо того, что засыпает настребованными, еще и засыпает так называемыми письмами, пугалками, мы их так называем, письмами и уведомлениями о том, что необходимо уточнить налоговые обязательства по налогу на фрикад, либо уточнить налоговые обязательства по МДС в связи с тем, что выявлены были путем АСК, допустим, НДС, если речь об МДС, факты неуплаты налогов контрагентов, причем прямых. Поэтому ты, как налогоплательщик, работай с такими контрагентами, обязан заплатить на них бюджет, будем говорить так. Поэтому уточнись, да, то есть расходы снимать по делкам с этим, якобы по этим конкретным контрагентам проблемным, или, соответственно, налоговые выучства. Если ты это не делаешь, мы придем к тебе с поездной. Эта тенденция началась еще, наверное, даже с конца 2018 года, но в 2019 году, в втором полугодии, и сейчас, конечно же, мы особо активно это видим. Что здесь делать? Ну, здесь делать, ну, есть два варианта. Если, конечно, вы чувствуете, что в действительности для контрагентов есть и подконтрольные компании, фирмы-однодневки, возможно, конечно, где-то нужно уточнить, потому что риск назначения тематического из-за налоговой проверки за конкретный период по конкретному налогу вполне вероятен. Это подтверждается практикой как прошлого года, так и текущего до коронавирусного периода. Что касается добросовестного налогоплательщика, это чувствуется, что у вас есть соответствующие документы, правильно оформленные, и есть документы и мероприятия по проверке контрагентов на коммерческую осмотрительность, и тогда можно смело, да, как у нас тоже с клиентами работаем, доказывать, что нет оснований для добровольного уточнения, поскольку 81 статья налогового кодекса говорит о уточнении налоговых обязательств, добровольных, да, если я считаю, что действительно есть такая необходимость. Поэтому, конечно, да, нужно всегда, еще раз говорю, держать в полосток как с требованиями, так и вот с такими письмами, уведомлениями, с просьбой, да, с некой такой настойчивой уплатить сумму в бюджет соответствующую. Что касается важных моментов, более существенных, связанных с налоговым кодексом, это, конечно же, статья 54.3 налогового кодекса, которая посвящена у нас скажем так, по необоснованной налоговой выгоде. Это то, что нужно знать обязательно буквально каждому финансовому директору, директору, наверное, руководителю, бухгалтеру в том числе, конечно, тоже. То есть, смотрите, у нас все сделки с нашими контрагентами пропускаются сквозь призму статьи 54.1 НК, потому что это обязаловка для каждого инспектора. Любую сделку проверяют на предмет наличия умысла в неуплате налогов. Есть ли такие следы? Вот умысел, вообще, это страшная вещь в плане того, что не только компания получает 40% вместо 20% за неуплату налогов по части 3 статьи 122 НКР, это еще перспективное уголовное дело за неуплату налогов, в частности по статье 199. Вообще, я хочу сказать, что я осматривала очень активно практику по привлечению к уголовной ответственности даже в период действия моратории на выездные налоговые проверки. Она меня очень обчалила, потому что количество дел, когда реально обсуждают сроки, суммы до начисления, они просто колоссально выросли вот за три месяца. В первую очередь это связано с тем, что компании пытались выживать, руководители собственники предпринимали незаконные схемы различных уходов от налогообложений. Более того, имея налоговую задолженность, они пытались выводить деньги через другие компании. И вот это все сейчас прозрачно, это активно отслеживается. Очень часто к руководителям приходят как представители ФНИР, как представители средственного комитета вместе. Они просто поясняют, да мы же видим, что есть соответствующий долг в бюджет, и ты деньги, как говорится, выводишь через другие компании. И здесь уже подключается момент, то есть связанный с умыслом не только в неуплате налогов, но и в построении различных незаконных схем, связанных с выводом этих денежных средств. И здесь речь идет о три громких дел, три компании, знаю, что на Урале, Северо-Западный район и в Центральном районе. Сумма для начисления составила 63 миллиона, соответственно, 150 и 200 миллионов рублей, увеличение к уголовке и со сроком, даже реальные сроки лишения до трех лет, совсем недавно. Поэтому, конечно же, понятно, что нужно выживать в такие тяжелые времена, но именно погружаться в какой-то схематоз, да, я, конечно, крайне не рекомендую, потому что слишком все сейчас прозрачное и вычисляется просто на ура, а и Следственный комитет и налоговые органы сейчас, конечно, работают активно для выполнения своей отчетности. Что касается умысла именно в налоговом правонарушения, это, конечно, фиктивный документооборот, когда рисуются просто расходы, налоговые вычеты, в реальности ничего не происходит, и договорные отношения исключительно на бумаге только существуют, либо формальное дробление бизнеса, да, и, ну, тоже это типичная ситуация, которая сейчас активно отслеживается, это, конечно, тоже не есть хорошо, соответственно, да, это что касается умысла. Если умысла нет, и слава богу, как говорится, дальше отслеживаются все наши сделки сквозь призму двух основных таких моментов, два пласта проверяется, а есть ли деловая цель сделки договорных отношений с конкретным контрагентом, и вообще в реальности, что происходило, тот ли контрагент, который заявлен в документах, выполнял себе работы, оказывал услуги, да, соответственно, поставлял товары, или кто-то другой, это тоже самое важное, на что нужно обращать внимание, и, наверное, периодически задавать себе вопросы, какова деловая цель, и что происходило в жизни, потому что именно так налоговые инспектора на сегодняшний день проверять, что же происходило в жизни и в реальности в конкретной компании, то есть наличие деловой цели, надо быть готовым, да, какова была деловая цель, то есть инспектор всегда видит необоснованную налоговую выгоду в конкретной сделке, он будет давать цель, а какова была деловая цель, помимо налоговой. Вот типичный кейс, который вы видите, он мне очень нравится, потому что он как раз показывает, как делать нельзя, когда напрямую есть только, скажем так, налоговые выгоды и нет никакой деловой цели. Здесь о чем речь? О том, что, смотрите, компания на общей системе налогообложения, она сдавала в аренду помещение, если она на общей системе, нужно платить прибыль НДС, но ей как не хочется, поэтому почему бы они со схематозией решили собственники, они включают между собой, арендодателем и конечным арендатором такую прословочку взаимозависимых компаний, но прощенки. Какова деловая цель? Да ее нет, подтвердили в том числе и суды, единственная налоговая цель – это экономия. 20% НДС, налога на прибыль, больше 6%. Явно, что решили просто сэкономить. Как делать нельзя. Деловая цель, кейс, как делать можно и, соответственно, как доказывать. Здесь ситуация тоже очень такая щепетильная, и здесь вопрос задавался также компания, которые на общей системе налогообложения говорили, а зачем тебе вообще нести расходы, какие-то непонятные для нас по улучшению качества инструмента, который ты продаешь. Здесь продавали соответствующий инструмент, и якобы, прежде чем его реализовать конечному покупателю, подвергали его вот такой вот очень интересный, интересному процессу термостабилизации. Налоговый инспектор Патераев сказал, понятно, все нарисовано, фиктивно, умысел. А нет, доказали налоговые адвокаты и юристы. На самом деле, в реальности все происходило. Действительно, инструмент подвергался вот этой термостабилизации. Компании, которой контрагент не понравилась налоговому инспектору, она действительно в реальности все это могла сделать. Более того, самое основное, это улавливая, деловая цель, для чего мне нужно был инструмент свой подвергать термостабилизацию, для того, чтобы улучшить свой качество. А для чего? Для того, чтобы была эксклюзивность определенная, да и прочность моего товара. Не как у всех остальных. И покупатели подтвердили в своих показаниях, как свидетель, о том, что действительно в моей компании этот инструмент более качественный, нежели у других. Они пробовали, покупали, но он быстро ломался. Вот в основе лежит деловая цель. А уж если я еще получила какую-то налоговую выгоду на виде того, что расходы, там у меня уменьшение налогооблагаемой базы с расходами и так далее, но извините, это уже в рамках действующего законодательства. Вообще сейчас очень активно исследуется этот третий пункт, связанный со стороной договора. Ну, типичная ситуация, с которой практически каждый сталкивается на сегодняшний день. Когда мы работаем с какой-то компанией, давно, допустим, слаженно, они говорят, давай вот следующий транш соответствующую поставку, допустим, да, я тебе все отгружу, но оформим документально там вот на О, Ромашку и по Ивановку. Ну, как бы, все же нормально будет, товар-то получишь. Я получаю товар в желтый транш, но до того момента, пока не приходит инспектор. Приходит инспектор, он же опять с призмом 54.1, и что он видит? Он говорит, ну, здесь же чистой воды, не соблюдение. То есть тебе поставить товар тот, кто указан в договоре, в принципе, не мог. Потому что у Ромашка или по Иванов, он в принципе, у него нет никаких ресурсов, ни транспортных средств, ни работников. И товар-то он вообще нигде не приобретал, нет соответствующего закупа, откуда он в том, тебе воздух привозил. Мы доказываем с кем у рта, в реальности все было, все замечательно. А налоговые инспекторы судят, говорят, да, реальность была, но тем не менее сторона-то не та, которая указана в документах. В реальности тебе другой поставщик поставил товар. И вот здесь самое важное, то есть образовательный же налогоплательщик, и он в большом счете получается, что теряет важные моменты, связанные, знаете, с чем? С тем, что здесь идет до начисления как налогу на прибыль, так и МДС, так и налога на прибыль. Но в реальности то расходы часто пометены. Товар-то приобретался у кого-то, ну, да, скажем, не воздух же гоняя, как там по возмещению МДС очень интересные истории бывают. Вот здесь мы подошли к самому важному, потому что долгое время и Минфин, и ПНС до сих пор они считают то, что если не та сторона договора заявлена, да, то есть по документам один, а по факту тебе другой поставлял, в этом случае налог на прибыль на полную катушку бы начислять. ПНС до сих пор так считает, потому что есть соответствующие письма Минфина. На сегодняшний день идет горячая битва в судах, это налоговые споры, самые такие популярные, самые известные дела, сейчас видите на экране, дело Кузбасска о серпе молоко. Здесь наконец-то суды сказали и на уровне кассационной инстанции буквально 2 июля мы победили с вами ура, потому что суды признали, что 54.1 статья налогового кодекса ни в коем случае не запрещает принимать расчетный метод и определять действительные налоговые обязательства налогоплательщика. То есть, да, были договорные отношения с каким-то непонятным контрагентом, который в реальности ничего не поставлял, как в этом деле молоко, но все-таки молоко-то откуда-то молоко-то было и никто это не оспаривает, молоко-то я приобретала и отнесла расходы по этим делкам на приобретение. Почему налоговые органы эти расходы не учитывают? Как-то некрасиво получать, без баланс, правильно? Правильно сказали суды. И слава богу, я вам как раз приведу, привела, вернее, в презентацию очень много положительных судебных дел, связанных как раз этим расчетным путем с налоговой реконструкцией, как мы с вами называем ее, как раз в постановлении начала текущего года, где как раз суды и говорили о том, что действительно реальный размер расходов обязательно нужно определять. И вам дам такой небольшой совет, если уж возник такой спор в судебном процессе уже ну самостоятельно рассчитайте, какие расходы были понятены, потому что налоговому инспектору он это, скажем, мягко говоря, не хочет делать, и они не заинтересованы в этом. Поэтому доказываем, отстаиваем интересы. Дальше, что касается стороны договора, тоже одно из моих любимых дел, это дело нашей компании, когда мы тоже победили и доказали, что контрагент, который указан в документах, он в реальности действительно переводил в данном случае цемент. Ведь налоговый инспектор говорил в суде о том, что не мог твой контрагент тот объем цемента перевести, мы говорим, он-то сам не мог, но он привлекал третьих сторон, привлекли на судебные заседания их и соответствующие индивидуальные предприниматели доказали, что да, действительно, они перевозили в следующий период цемент. Соответственно, цемент был, есть, реальность была, действительно, была и действительно услуги по перевозке были оказываны. Нет нарушения ни норм ГУК, ни соответствующих норм налогового кодека. Поэтому доказать все можно, главное соответствующее, конечно, все еще вовремя делать. Так вот, по стороне договора. По истории СНД, опять же, как вишенка на торте, меня очень радует, что меняется судебная практика, скажем так, и в положительную сторону в отношении нас. Известные дела «Звездочка» и «Крас-квет-нет». Как раз по осмотрительности практики текущего года. Осмотрительность при выборе контрагента. Как много о них говорят. Сколько дискуссий. Да, вот мы, соответственно, когда участвуем на различных конференциях либо на заседаниях с участниками представителей ФНС, часто задаем вопрос, что же нужно вам, чтобы доказать, что я проявила ту самую осмотрительность ведь нигде на законодательном уровне не прописано. Тут фантазии налоговых органов у нас, мы знаем, растут. Чуть ли не собери такой огромный пакет документов, да, расследование проведи в конце концов, убедись, что у него есть соответственно все, для того, чтобы ввести соответствующие деятельности, работники, ресурсы и так далее. И здесь вот эти дела, чем они привлекательны? Здесь обратите внимание определение Верховного суда. Верховный суд вернул оба дела на, скажем, начальную инстанцию, суды первой инстанции для того, чтобы заново суды посмотрели на все эти ситуации. Ведь когда предъявляются претензии добросовестного налогоплательщика и заставляют его отвечать за пороки налогового и контрагента, ибо контрагент второго, третьего звена, ведь здравый смысл должен быть. Первое, какие конкретные мероприятия нужно провести, что собрать. Это действительно в каждой ситуации свой пакет документов. Извините, если я приобретаю, грубо говоря, три ручки в комнате, что мне целое расследование проводить, а мне. И здесь самый важный такой вот акцент, что суды некоммерческие сказали, что в каждой индивидуальной ситуации проверяется именно здравый подход предпринимательский, коммерческий, как правильно проверять этого контрагента. Что ты собираешь, ресурсы, сведения в ЮГУРЛ, то есть есть какая-то соответствующая репутация, рекомендация. Этого бывает достаточно для того, чтобы в конкретной ситуации, в конкретных детках говорить, что достаточно проявлено должен осмотреть. И второй самый важный момент, когда претензии предъявляют в отношении контрагента второго, третьего звена. Почему мы, как добросовестные налогоплательщики, должны с вами страдать? В части НДС, в том числе, ведь нам говорят, корзина-то не создана в бюджете для того, чтобы ты претендовал на налоговое вычисление и возмещение. Так вот, мы как с вами всегда и говорили, сейчас, слава богу, все было слышали и тоже говорят то же самое о том, что может налогоплательщик отвечать за незаконные действия, скажем так, налоговым правильным контрагентом второго и третьего, но только в том случае, если доказана подконтрольность, связь, силу взаимозависимости либо аффилированности проявляемого налогоплательщика с этими контрагентами, возврат денег и так далее, то есть для чего-то цепочка какая-то лишняя, зрение создавали, только тогда. Вот это очень важно на сегодняшний день, конечно, знать подробности известного дела «звездочка» вот по как раз, скажем так, действительно определению, что из себя представляет коммерческая осмотрительность, я попыталась вам изложить, вам интересно, посмотрите. И как раз мы с вами подошли к такому тоже важному моменту, что касается ответственности. И сегодняшний день, что касается налоговых вот этих проверок, что нас в первую очередь пугает? Пугает руководителя, пугает собственника и, конечно же, бухгалтера, это субсидиарные ответственности. Помимо уголовной ответственности, которую мы с вами говорили в начале, за неуплату налогов, все субсидиар, у нас ФНС практически элитный кредитор, потому что часто, если основная вот сумма долга, это непосредственно налоги в бюджет за должность, ФНС что делает? пытается банкротить компанию и в рамках банкротства искать контролирующих должника лицу. Кто это чаще всего бывает? У нас же не написано КДЛ, кто КДЛ? Это может быть руководитель, по практике большая часть это руководитель, его руководитель теперь собственник в одном лице, это практически на первом месте, на втором собственник, директор, чаще, директор, и очень много бухгалтеров, 19-20 год, они ознаменовались тем, что много действительно дел связано с субсидиарной ответственностью, неуплата налогов в отношении главных бухгалтеров. Одно из таких дел, вы как раз видите, 97 миллионов рублей собственник, руководитель, директор и бухгалтер будут соответствующе платить. Дальше, что касается у нас важных моментов по субсидиарной ответственности. Субсидиарка у нас возможна не только в рамках банкротных дел, но также и вне банкротства. Это тоже очень важно, потому что очень часто представители ФНС, они обращаются в суд для того, чтобы банкротить компанию, получать соответствующий акт о том, что нет денежных средств, банкротство прекращается, тогда вне рамка банкротства заявление о взыскании суммы задолженности, о взыскании ущерба причиненного бюджета, все эти суммы взыскиваются. Вот такая вот история, такая тенденция на сегодняшний день. И субсидиарка еще, как видишь опять на торт, субсидиарка переходит по наследству. Очень много таких дел, судебные практики, часто позиции верховного суда, то, что с наследников даже можно взыскать, да, причем, что мне очень не понравилось, как раз суды сказали, что взыскать налоговый долг с наследников, ну, то есть, КДЛ умер, к сожалению, да, печальная такая история. да, я вынуждена мешаться, то есть тут на слайде все написано, я думаю, что есть еще что-то очень важное, что ты хотела рассказать, буквально несколько минут, потому что много вопросов, да, время уже минус 5 минут от графика у нас идет. Извиняюсь, да, Маргарита, поняла, конечно, у меня есть очень важное, потому что ради чего, да, как говорится, вот эти все моменты и примеры, ради спокойствия, прежде всего, не только моего, но я думаю, что каждого из слушателей, потому что действительно много чем рискуем, рискуем не только тем финансово для компании, но и, скажем так, и бывает, что и своей свободой, да, это касается собственных руководителей бухгалтеров, и еще можно финансово расплатиться за налоговые долги компании. Самый основной главный вопрос, красными большими буквами, что делать? Еще раз подтверждаю, что превентивные меры защиты, это практически стопроцентная защита от налоговых рисков, почему, потому что это единственный даже подход, на себе проверили, что нужно делать? У нас в частности, помимо классического аудита, есть системный комплексный аудит, где мы проверяем, естественно, еще и налоговые риски компаний, да, где что действительно неправильно, и что самое важное, проверяя, то есть это нужно делать своевременно, если есть возможность подать, уточниться что-то свои обязательства, мы это делаем, то есть нужно делать все своевременно, сейчас все абсолютно прозрачно и видно, и задним числом не получится, нужно делать вовремя, у нас очень много действительно хороших примеров, когда используя системный комплексный аудит, риски, они минимизируются абсолютно, в разы сокращаются, теряется интерес вообще к компании как к объекту для того, чтобы проверить в рамках выездной налоговой проверки, или, соответственно, есть существенные моменты по снижению риска в ходе даже назначения выездной проверки, тем более, что если в системном комплексном аудите, у нас там вот самая важная особенность буквально пару слов связаны с тем, что мы поэтапно проверяем, расхватку приходим, смотрим, что было, что произошло, для того, чтобы своевременно предпринять меры, вылечить, скажем, те моменты, которые есть нездоровые в компании. все это делается своевременно, чтобы иметь соответствующее здоровье налоговое в будущем и не бояться выездного налогового контроля. Все можно сделать, все в наших руках, и, соответственно, мы, компания про аудит, не только аудиторы, но также налоговые юристы, консультанты готовы в этом помочь. Поэтому я надеюсь, что либо меня услышат на самом деле, да, вот боль, либо своими силами, либо с привлечением в том числе нашей компании, мы готовы своевременно выявлять вот эти вот негативные моменты и искоренять ВОО, связанный с выездным налоговым контролем, с субсидиаркой, с уголовкой. Спасибо, Наталья. Было много вопросов, там, начиная с 12-го, 13-го, 14-го, 15-го. Наталью попрошу сейчас в чате ответить уже, да, чтобы мы времени задерживали, но вот буквально короткий комментарий, ключевая суть. Правильно я понимаю, что те главные бухгалтеры, там директора и собственники бизнеса, которые хотели бы минимизировать риск, вообще защитить себя и разделить с кем-то ответственность, да, за претензии, которые могут прилетать еще в течение трех лет, могут выбрать аудит, так называемый, комплексный, где он расширяется, проверка налоговых рисков, насколько я знаю, не только рисков, но и резервов, да, то есть мы иногда и деньги находим, да, как можно законно сэкономить, вот, и, соответственно, если, допустим, идет проверка аудит 2020-го года, вот такой расширенный, комплексный, но в частности представляет его компания производства аудит, и в течение трех лет происходит налоговая проверка, да, и начисляются претензии, то есть, как я, допустим, как бухгалтер, как собственник, буду защищен, в какой части? В той части, что, то есть, смотрите, если претензии будут незаконными, в первую очередь, естественно, мы как налоговые юристы их отбиваем в суде, говорим в суде. первый блок, да, в договор включается бесплатная защита налоговыми юристами, налоговых юристов, найти обоснованные претензии, там, потому что сама проверка может длиться до полугода иногда и больше, да, и это иногда действительно дорогостоящее, но помимо того, что это ваше время, да, клиента, еще и нанимать, там, юристов, и там, за каждый час, за каждый, там, выезд, опрос-допрос, ответ, там, возражение, значит, нужно платить деньги, вот такая помощь налоговых юристов уже включена в стоимость, да, вот этого системного корпуса договора, она идет, ну, как бесплатно, потому что мы уверены, да, в том качестве аудита, который мы проводим, и, насколько я помню, если начисляются штрафы и пения, все-таки, допустим, не удалось какую-то часть суммы отбить, а мы знаем, что сейчас суды, там, с вероятностью 90 с лишним процентов, да, принимают решение в пользу бюджета, да, в пользу налоговых органов, то именно сумма штрафов и пения, да, ложится на плечи нашей аудиторской компании. Этим мы и отличаемся, мало кто на это идет, кстати. Да, да, я не видела таких еще предложений на рынке, то есть... Единственные, да, пока только задумываются, я думаю, что это как раз эксклюзив в том, что мы, я говорю в одной лодке, штрафы и пения тогда за наш счет будем говорить. да, и, соответственно, сумма штрафов и пения, для этого у нас есть страховая компания Ингострах, который наш партнер, с которой есть расширенная страховка также, да, что даже без суда и следствия, если вот первая мера защиты и отбивки, да, тех претензий, которые возможно отбить, не возымела стопроцентного результата, да, какая-то часть осталась, штрафы и пения, вот, то как раз эту часть полностью покрывает страховая компания, даже в досудебном порядке, вот, чтобы минимизировать все эти моменты. Спасибо огромное, Наталья, да, у нас остался последний спикер, тоже как бы очень интересно и важно, как раз как находить резервы, вот, а Наталья переходит к нам в чат и отвечает на ваши вопросы по поводу налога.